Новые технологии станут темой саммита глав тюркоязычных государств, который состоится в Стамбуле буквально на днях. Сегодня в Турцию прибыл президент Казахстана. В рабочем графике Касымжумарта Тукаева запланировано участие в работе саммита и встрече с главами государств. В последний раз члены совета работали в онлайн формате. На этот раз состоится очная встреча, а это возможность обсудить актуальные темы с глазу на глаз. Иван Тулинов с подробностями. После полуторагодового перерыва глав государств Тюркского совета примет Стамбул. Хотя лидеры тюркоязычных стран совместную работу не прекращали, в онлайн форматах проходили три встречи. В Турции же обсудить вопросы удастся лицом к лицу. Здесь, в Стамбуле, главы государств обсудят вопросы, требующие безотлагательных решений. Это региональные, а также международные события. Но главной темой этой встречи станут зеленые технологии и строительство умных городов. Беседа с акцентом на новые технологии ожидается на полях саммита. Пандемия показала востребованность в цифровых решениях. По словам экспертов, тюркоязычные страны должны определять развитие процессов, а не реагировать на них. Что возможно лишь при наличии инструментов оперативного принятия решений. Главными остаются и экономические вопросы. Во время саммита ожидается подписание соглашений о свободной торговле в сфере сервиса и инвестиций. Как отметил генсек Тюркского совета Багдад Амреев, это соглашение не противоречит международным взаимоотношениям и позволит увеличить товарооборот и инвестиции. Также страны могут договориться о создании совместного инвестиционного фонда. Мы очень надеемся, что мы во время успеем к этому саммиту подготовить соглашение о создании инвестиционного фонда. В таком случае наши лидеры утвердят этот фонд. Это был большим подспорьем, поддержкой для малого и среднего бизнеса для наших стран, чтобы они работали и делали совместные проекты. Вот для этого и делается. Я думаю, что мы успеем, и наши лидеры подпишут такой документ, и мы создаем хороший финансовый инструмент для поддержки нашего бизнеса, для стимулирования их к совместным проектам. Еще одним значимым событием в истории организации станет смена названия. Его накануне анонсировал министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушаглоу. Главы государств обсудят статус наблюдателя Туркменистана в Совете сотрудничества, что позволит охватить все тюркоязычные государства. На саммите планируется обновление устава Совета Аксакалов и утверждение концепции 2040, подготовленной по инициативе первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева. Турецкому народу интересно понимать взгляды Тукаева и его политическую позицию. В целом же изменения в мире и в Евразии побудили тюркские государства расширять сотрудничества во всех областях от энергетики до транспорта и окружающей среды. В саммите примут участие шесть президентов. Итоговым документом этой встречи станет подписание Стамбульской декларации, что позволит определить то, по какому пути будет развиваться тюркоязычный мир в самое ближайшее время.